приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим внимание народным приметам традициями и обрядом на 25 мая очень друзья важная цель информации поэтому обязательно просмотрите это видео до конца но мы с вами начинаем итак друзья 25 мая православные христиане отмечают день памяти святителя и епифания кипрского одного из ранних отцов церкви который жил в четвертом веке в этот день православных храмах по всему миру проходят молебны в его честь вспоминая его жизнь и духовные подвиги святитель епифаний родился в иудее и его детство было омрачено ранней потерей отца несмотря на трудности он получил хорошее образование и рано принял решение стать христианином в юности его жизнь изменилась благодаря встрече с монахом который отдал свою одежду нищему этот поступок произвел на эпифания глубокое впечатление стал поворотным моментом его жизни и эпифания решил уйти в монастырь оказавшись финикии где занялся переписыванием греческих книг он много молился и соблюдал строгие посты за что получил дар чудотворения однако опасаясь людской славы он ушел в пустыню с понедрион его жизнь в пустыне не была безмятежной однажды он оказался в плену разбойников и его судьба висела на волоске но чудо произошло один из разбойников пообщавшись эпифанием решил принять крещение этот разбойник не только спас эпифания но и стал его учеником вокруг святого постепенно сложился круг единомышленников вместе с ними он построил монастырь с понедрион в пустыне люди приходившие к святителю за помощью часто оставались в пустыне присоединяясь к его общине со временем монастырь стал духовным центром привлекая все больше и больше верующих слава о духовных подвигах епифания распространилась далеко за пределы пустыни по просьбе жителей кипрского города соломин епифаний стал их епископом на этом посту он продолжал свою аскетическую жизнь оставаясь примером духовной стойкости и мудрости святитель активно боролся с ересью и укреплял веру среди своих паст епифаний умер 403 году за два дня до смерти предсказав свою кончину ученикам он был погребен в новом кипрском храме его жизнь и духовные труды оставили глубокий след в истории христианства семьсот восемьдесят седьмом году седьмой вселенский собор прошедший в никее назвал эпифания отцом и учителем церкви его труды и духовные подвиги стали примером для многих поколений христиан и 25 мая православные христиане по всему миру вспоминают святителя эпифания проводя мали молебны и молитвы в его честь святитель эпифания оставил после себя множество духовных наставлений и учений его жизнь является ярким примером самоотверженности и преданности вере каждый кто обращается к его наследию может найти вдохновение силу для преодоления жизненных трудностей и день памяти святителя епифания кипрского это не только дань уважения великому святому но и возможность для каждого верующего углубиться в свою веру подчеркнуть мудрость и вдохновение из его жизни это время для размышлений о собственном духовном пути и стремлении к достижению гармонии и покоя в душе в этот день православные христиане собираются в храмах чтобы вместе молиться и вспоминать святого епифания молебны посвященные ему наполнены глубоким смыслом и помогают верующим укрепить свою веру и найти духовную поддержку а вот в народном календаре 25 мая назвали этот день как епифанов день который также назвали и рябиновкой и этот день полон древних обычаев и традиций связанных с природой и и дарами епифанов день имеет несколько названий включая день одолень травы и рябиновка и каждый из них отражает важные аспекты этого праздника именно епифанов день это название связано с днем памяти святителя епифании кипрского одного из ранних отцов церкви чью жизнь и духовные подвиги мы почитаем рябиновка это название связано с началом цветения рябины одного из самых почитаемых деревьев в народной культуре рябина символизирует защиту силу и красоту а а даль день одолень травы как вы знаете одолень трава считалась мощным оберегом и средством от болезней в этот день ее собирали и использовали для различных лечебных и магических целей старину в этот день было принято носить красную одежду и кланяться рябине красный цвет символизировал жизненную силу защиту и здоровье вера в силу рябины была настолько сильно что ее ветви использовали для оберегов а деревья высаживали у каждого дома в полисадниках рябина считалась деревом обладающим невероятно силой вот некоторые изверования и обычаев связаны с этих растений считала что рябина защищает дом от злых сил изглаза ветви рябины развешивали над дверями и окнами чтобы защитить жилье и его обитателей также рябина оберегала от пожаров из других стихийных бедствий деревья высаживали вокруг домов для защиты старцы говорили что ветка рябины помогает найти дорогу заблудившимся в лесу люди носили с собой рябиновые веточки в качестве оберега также рябину использовали и для лечения различных заболеваний настои из рябиновых ягод и коры применяли для лечения болезни желудка мочевого пузыря почек а также при боли в голове и суставах рябина занимает особое место и в народной медицине благодаря своим целебным свойствам ветви ягоды и кора рябины использовались для приготовления лечебных настоек и отваров настои из ягод рябины помогали при заболевании желудка и мочевого пузыря их употребляли внутрь для улучшения пищеварения и облегчения воспалительных процессов рябина использовалась и для укрепления почек и лечения почечных заболеваний настои из рябины способствовали улучшению функции почек и очищению организма настои и компрессы из рябины применяли при боли в голове и в суставах они обладали обезболивающими и противовоспалительными свойствами ягоды рябины богаты витаминами и антиоксидантами что делает их полезными для укрепления иммунитета и защиты организма от инфекции на эпифана в день в старину на столе появлялись рябиновые настойки которые славились на целых территориях эти напитки не только придавали силы бодрости но и служили отличным средством для профилактики заболеваний и укрепления здоровья для приготовления настойки обязательно использовали ягоды рябины которые настаивали на спирту или водки с добавлением сахара и специи настойка имела приятный вкус и считалась целебной из сушеных ягод рябины готовили чай который пили для укрепления иммунитета и улучшения самочувствия сегодня многие из древних обычаев и традиций сохраняются и передаются из поколения в поколение люди по-прежнему верят в силу рябину и используют ее для защиты и лечения в городах и селок продолжает высаживать рябиновые деревья украшая ими свои дома и участки также напоминаю вам что на эпифанов день люди одевались в красное чтобы привлечь здоровье и удачу и обращались к рябине за защитой и благополучием этот день напоминает нам о важности сохранения традиций и уважения природе 25 мая этот день также называли рябиновкой это время года не только связано с рябиной но и с другим красивым и загадочным растением одолень травой одолень трава или белая кувшинка считается одним из самых мистических растений в народной культуре ее красота и лечебные свойства сделали ее объектом множество легенд и поверье согласно поверьем одолень трава способна одолеть нечистую силу и тяжелые болезни знахарки использовали ее в качестве приворотного средства но приносить ее в дом категорически запрещалось так как это могло вызвать болезни и падеж домашнего скота одолень траву использовали для приготовления отваров и настоев которые помогали при различных болезнях ее корневища и цветы применяли для лечения кожных заболеваний воспалений и ран эпифана в день был богат народными приметами и наблюдениями за природой которые помогали крестьянам предсказывать погоду и урожай если в ночь на эпифана слышны трели соловья это хорошая погоде пение соловья всегда ассоциировалась благоприятными условиями для полевых работ если воздухе чувствовался аромат акации это также предвещало хорошую погоду цветение акации символизировало наступление тепла наблюдательные крестьяне знали что если в эпифана в день в водоемах появились листья кувшинки то это говорит о том что заморозков больше не будет это означало что можно начинать и посадку теплолюбивых культур но если утро было пасмурным это предвещало много осадков летом погода в этот день служила ориентиром для планирования сельскохозяйственных работ красный восход солнца считался нехорошей народной приметой которая говорила о том что летом будут пожары это заставляло крестьян быть особенно осторожными с огнем в этот день свои именины отмечают герман денис евдокия иван пётр семён фёдор и филипп этому не забудьте поздравить именинника потому что они достойны высокой оценки эти люди считаются настоящими тружениками и созидателями рядом с которыми всегда будет тепло и уютно женщины рожденные в период эпифаново дня считается хорошими хозяйками они отличаются заботой о семье умением создавать уют и управлять хозяйством их дома всегда наполнены теплом и радостью а гости чувствуют себя желанными и любимыми старину утра на эпифана начинали с молебна в церкви люди приходили к святому с молитвами прося его о защите от пожаров болезней и нечистой силы святитель епифаний также считался покровителем студентов и все кто стремится к знаниям поэтому ему молились об успехах в учебе и о наставлении на путь истинной заблудших душ молебен через святителя епифания помогает настроиться на позитивную волну и привлечь благодать в дом церкви также можно поставить свечи за здоровье близких и попросить святого о помощи в решении насущных проблем согласно старинным поверьям в эпифана в день положено было делиться чем-либо с окружающими людьми это могла быть еда одежда деньги или просто доброе слово считал что это все воздастся двойне поделиться чем-то ценным это не только проявление щедрости и заботы о ближних но и способ привлечь в свою жизнь удачу и благополучие поэтому приготовьте вкусные блюда и угостите соседей или знакомых это создаст атмосферу радости и дружелюбия если у вас есть ненужные вещи которые могут пригодиться другим раздайте их тем кто в этом нуждается ну и конечно же подарите кому-то свою улыбку поддержите добрым словом или советом ваше внимание и забота могут значить больше чем любые материальные подарки наши предки считали что в этот день нужно надевать красную одежду чтобы притянуть к себе радость и любовь красный цвет символизировал жизненную силу энергию и позитивные эмоции он также ассоциировался засчитать негатива и зла если у вас нет возможности надеть красную одежду можно использовать красные аксессуары например шарфик сумочку или украшения также добавьте в интерьер и красные элементы это могут быть и скатерть это может быть подушки цветы это поможет создать праздничную атмосферу и привлечь позитивную энергию еще одной важной традицией в эпифанов день являлась наведение порядка на кухне хозяйки тщательно убирали кухню а члены семьи должны должны были помогать им в этом чистая кухня символизировала порядок и благополучие в доме поэтому постарайтесь про и протереть все поверхности вымойте посуду уберите мусор особое внимание уделите плитки и духовки они должны быть чистыми также разложите продукту и посуду по местам избавьтесь от ненужных вещей организованное пространство будет способствовать комфорту и удобству конечно же приготовьте вкусные блюда для всей семьи совместный обед или ужин укрепит семейные узы и создаст атмосферу уюта и тепла давайте теперь поговорим о том что же нельзя было делать 25 мая по народным приметам традициям и обрядам наши предки верили что в этот день следует быть особенно осторожными чтобы не навлечь на себя беды и несчастья в эпифанов день было принято избегать использования острых предметов без крайней необходимости считалось что в этот день существует повышенный риск пораница наши предки в этот день опасались брать в руки ножи ножницы и другие острые инструменты если же это было необходимо то все действия выполнялись особой осторожностью чтобы не порезаться и не нанести себе вред считалось что порез в этот день может принести не только физическую боль но символизировать духовные раны которые будут долго заживать в эпифанов день также избегали наши предки приближаться к огню без надобности огонь считался мощным но опасным элементом и существовала вероятность получить ожог или спровоцировать пожар люди старались не разводить костры не работать с огнем без крайней необходимости даже обычные бытовые действия связанные с огнем выполняли с особой осторожностью считалось что полученный в этот день ожог может стать причиной длительных неприятностей и болезней также проявление жадности в эпифанов день строго осуждалась считалось что жадность может навлечь на человека несчастья и лишить его удачи люди старались делиться с окружающими помогать ближним и быть щедрыми это помогало поддерживать гармонию и привлекать удачу считалось что жадный человек может потерять свое богатство а близкие люди могут отвернуться от него также в эпифанов день запрещалось употреблять спиртные напитки алкоголь мог стать причиной нежелательных поступков и слов которые потом будет трудно исправить поэтому люди в этот день старались воздерживаться от алкоголя чтобы избежать конфликтов и любых недоразумений трезвый ум помогал сохранять ясность мысли и контролировать свои действия считалось что сказанные в пьяном состоянии слова могут навлечь на человека неприятности и разрушить его отношения с близкими людьми особое внимание в этот день уделялось чистоте на кухне оставлять грязную посуду считалось плохой народной приметой которая могла привлечь беды и несчастье после приготовления еды и приема пищи хозяйки обязательно мыли всю посуду и наводили порядок на кухне считалось что темная сила активизируется в грязных и не убранных местах грязная посуда могла также стать причиной финансовых проблем и лишить дом благополучия незамужним девушкам в эпифанов день запрещалось надевать черные вещи считалось что это может привлечь несчастье и даже ранее вдовство вот такой друзья у нас с вами день 25 мая по народным приметам традициями обрядом прямо сейчас ставьте лайк обязательно подписывайтесь на наш канал но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте друзья на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально следующем видео